Здравствуйте, дорогие друзья! Весь мир пристально смотрит за поведением мировых политиков, так как от их решения решается судьба целых народов. На сегодняшний день вооруженных конфликтов так много, как никогда раньше до этого не было. Каждый человек, однако, несомненно, хочет жить в мире и спокойствии, чтобы ничего плохого не касалось ни его лично, ни его окружения и ни его близких. Нам иногда кажется, что если мы изберем того или иного политика, то жизнь сразу станет лучше. То, согласно его обещаниям, закончатся все войны, и мы будем жить в процветании. Однако зачастую, и это ни для кого не секрет, избирая нового политика, нового мирового лидера, жизни становится лучше, и конфликты мировые не уменьшаются. Если мы обратимся к истории, то найдем интересное подтверждение того, что написано в Торе. Если еврейский народ будет соблюдать Тору и заповеди, и жить по законам Всевышнего, то тогда у еврейского народа будет процветание и благо, и не будет войн, и все будут жить в согласии. Однако, если еврейский народ оставит Всевышнего, то и беды не оставит себя долго ждать. На еврейском народе есть святая обязанность обучать народы мира семи заповедям Ноя, суть которых создание морально-нравственного общества, основу которого вера в единого Бога. Не убей, не укради, не пролюбодействуй. Запрет есть орган от живого животного, вера в единого Всевышнего и создание справедливого суда. Если каждый человек постарается стать немножко лучше, воспитывать в себе хорошие качества, морально-ценностные основы себя как личности, это несомненно повлияет на весь мир. Конечно же, мир сразу не изменится и не закончатся все войны. Однако постепенно это, по крайней мере, повлияет на его окружение, и так постепенно-постепенно мир обязательно станет лучше. Цель нашего проекта – это распространение еврейских знаний, для того, чтобы убудить у людей тягу стать немножечко лучше. И вы тоже можете принять участие в этом. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!